Лодочный мотор Yamaha 8 Моторчик двухтактный, двухцилиндровый На мой взгляд, лучший вариант для одного Но иногда для двоих В принципе, для двоих тоже нормально Моторчик легенький, килограмм двадцать Наверное, восемь Сейчас я заведу его Так, для заводки Бензобак такой, на двенадцать лит в комплекте идет Для заводки подкачиваем грушей Ручку поставим на старт Сейчас немножко встанем против солнца Переключение нейтраль назад-вперед Также имеется регулировочный винт Для регулировки усилия И есть винт регулировки поворота румбеля Вот этого Выход на двенадцать вольт Подсос ЧК аварийной остановки Все Есть система Защиты от запуска на передаче Вот он Раз Все На самом деле будет не лишним Потому что на моторе газ не возвращается Если вы в рук заводите Вот в таком положении случайно И То у вас лодка полетит просто На трешке, кстати, не было Защиты Но на трешке она слабенькая Там это не так важно Мотор На полостой Пробудут очень тихо На глиссер Двоих без проблем И водят на небольшой лодке Сейчас покажу Как глиссирует в одного Продолжение следует... Вот я снял колпак В принципе все видно Имеется регулятор Вопрямитель Вопрямитель Без регулятора По-моему Насколько я помню Просто выпрямитель То есть здесь Напряжение здесь будет Пропорционально оборотам Копливный фильтр Регулятор Вот сам блок Регулятор Регулятор Продолжение следует... Режиссёр Ну все, садись на месте. Телерана 3.60, пока 25. Сейчас что-то разгонимся. 26. Половили рыбу. У данного мотора через ступицу винта. Вот мотор, кстати, установлен на резиновых таких подушках. Тоже как бы на румбель вибрация практически не передается. Да и его, в общем-то, здесь и нет, этой вибрации. Шикарный мотор. Правда, конечно, не дешевый, надо сказать. Чеку одел. Раз, два, три. Свечи почти не закидывают. Я до этого троллил на трешке, на Ямахе 3. Этот ничем не хуже. Бензина кушает вот за 8 часов троллинга. Наверное, съедает, ну максимум полбака. Даже полбака не съедает. Ну, не только троллинга, с переходами. В общем, расход очень-очень достойный. Хотя это двухтактный мотор. Недостатки данного мотора, это мелководный режим, который в одном положении. Ну, вот видно, насколько сейчас мотор поднят, да? Всего, всего ничего. Желательно, чтобы было хотя бы вот так вот. Ну, вот так хотя бы. Желательно. И регулятор, что регулятор дифферента, он у меня потерялся. Я перевернулся тут. И вот он как бы очень слабо держится, поэтому рекомендую его сразу как-то страховать. Вот. Ну, я поставил болт. В общем-то, тоже проблем тоже никаких. Так что, для тех, кто задумался о покупке, очень рекомендую данный двигатель. Покраска, исполнение. Все на высоте. Ну что, всем спасибо за внимание. Продолжение следует...